Привет, это товарищ Сафронов, а это коробка, целая коробка со скрипышами. Чтобы найти недостающих, я взял вот такую огромную коробку с полную скрипышей и буду искать, пока не найду новиночки, а также хочу поделиться с вами. Розыгрыш 25 закрытых или коллекций из 25 разных будет ждать победителя. На этой неделе новый конкурс, для этого нужно подписаться на мой Яндекс.Дзен. Условия будут чуть позже полные, там будет творческий конкурс. А также сегодня на моем Яндекс.Дзен канале результаты на трех хаги-ваги. Да-да, именно сегодня не пропустите. И новый конкурс творческий. Я увидел крутую фишку Яндекс.Дзена и решил попробовать. Итак, давайте распаковывать. Буду распаковывать, пока не найду нового. Вы знаете, у меня есть какое-то количество скрипышей уже в предыдущих выпусках, мы видели. И мне нужны новые. Главное, мне не достает. Как выяснил, я, мне не достает. Ну, в общем, давайте смотреть, у кого не достает, вдруг я смогу их достать. Итак, скрипыши. Это по акции Магнит, скрипыши Нью или скрипыши 4. Ну, раз они называются Нью, они уже не 4, да? То есть, нигде цифр 4-то нет. Вот, есть цифра 3 богатыря, но не 4. Это с коллаборацией с богатырями и с украинными персонажами из Поппи Плейтайм, Five Nights at Freddy's, Наруто и еще, боже мой, откуда-то магнит дает жару. Ладно, открываем. Смотрим, кто нам попадается. Нам попадается здесь демоненок Феликс. Мне, кстати, кажется, те, кто занимаются переделкой какой-нибудь, очень прикольно сделать из него какого-нибудь дьяволенка-демоненка. Это было бы классно, представляете, смыть вот эту мордочку, если у вас есть повторки, допустим, и вместо нее нарисовать что-то дичайшее. Следующая упаковка картонки. Так, и это утка. Утка, но не хрутка. Утка, но не хрутка. Ну да, утка с вилкой. Ну, кстати, очень крутая панковская утка. Замечательная. Так, я пока уберу это, у меня фокус будет убираться. Кстати, кто заметил хвост кота, тому будет а-та-та. Нет, тот молодец, внимательный. Так, ну а мы сколько сегодня я буду открывать? Не знаю, до попадания, например, новиночки какой-нибудь мне. Хотелось бы новиночку, но пока у нас вот такая мадам. Мадам, мадам. Кстати, очень многие скрипыши хранят в себе тайны всякие. И я не перестаю удивляться и находить интересные фишки. Возможно, расскажу вам еще кое-каких, если поставите лайк. Также не забудьте поставить лайк. Заранее предупреждаю, перед условиями конкурса это нужно сделать для этого видео тоже, поставить лайк. Так, а это у нас сосисон. Сосисон, хотдогиш. Здесь такая бутылочка, я что-то сразу не заметил. Очень смешная, типа кетчуп. Наверное, это горчичка выливается. Все еще не понимаю, почему телесного цвета будка, нет, не будка, избушка Бабы-Яги и вот эта, ну, ее шея, я не знаю, что это. О, у нас тут пошли по богатырям. По богатырям. Любите ли вы мультфильм «Три богатыря»? Я люблю первые части. Первую, может быть, а первую обожаю. Вторую более-менее, но остальные, мне показалось, сделали уж совсем просто. Упростили анимацию, как-то замудрили и где-то закрутили, а где-то наоборот сделали не очень интересный сюжет. Каких-то странными, странными какими-то сделали героями. В общем, мне стало не так интересно смотреть, не захватывающе. Я думал, что богатыри это будут поистине, ну, знаете, такой крутой наш отечественный мультик, который будет интересен и взрослым, и детям. В итоге взрослым. Сейчас кого не спрошу среди своих, он не интересен. Как вам? Как вам? Вы смотрите или нет? Богатыри-то этих. Я перестал даже следить. Как, собственно, знаете, и с какими-то там, типа, Мадагаскар, там, миньоны были. Или гадки, я, было прикольно. Первая, вторая часть. А дальше с миньонами. Ну, весело, конечно, банана. Во, миньонов не хватало, скрипыши. Были ли скрипыши-миньоны или нет? А может быть, были уже. Я пропустил. Здесь длинношейный Наруто. Или Наруто. Или Наруто. А вы знаете прикол, что в Японии не так важно ударение? И в самом сериале его даже называют. То Наруто, то Наруто. Ну, не знаю, говорят ли Наруто, но вряд ли. Но ударение меняется. Ну, вот так. В общем, или как-то так. Наверняка, наверняка, кто-то все равно обидится, что не так кого-то назвали. А вот это кто же? Мы не выяснили. Я Блэкиш. Блэкиш. Я все еще не выяснил, кто это у вас. По-моему, это что-то из Майнкрафта. Ну, кто? Это же не Крипер. Это не Эндермен. Они же могли просто взять, сделать Скрипышей Майнкрафт. Было бы очень странно. Резиновый Майнкрафт. Хотя и такое я даже видел на своем канале. Резиновый Майнкрафт. Представляете? Продолжаем распаковочку. И... Ой. Ой, я думал, это утка-хрутка. Утка-хрутка, которая тоже стоит в себе секрет кое-какой, но чуть позже. Короче. Вот такая утка. Это повторка уже у нас. О, и, наверное, самое время рассказать тогда у нас при попадании повторки, рассказать про конкурс. Давайте сейчас я вам расскажу. Отсчитаю 25 Скрипышей. Сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, давайте за кадром, да? Так, а сейчас самое время узнать, как бесплатно получить Скрипышей от меня в подарок. Для этого, ну, нужно, во-первых, просто лайкнуть это видео. Второе, нужно подписаться на Яндекс.Дзен, ссылка в описании, и там лайкнуть это видео. И лайкнуть еще какое-нибудь видео на Яндекс.Дзене, любое, которое вам понравится. И этот конкурс будет творческий. Под этим видео на Яндекс.Дзене вы должны будете нарисовать или прикрепить рисунок, сфотографировать рисунок, или нарисовать в пейнте, в фотошопе, где хотите, своего Скрипыша, и прикрепить комментарий. И там, оказывается, можно на Яндекс.Дзене очень круто прикреплять комментарии к комментарию рисунок, например. Вот, нам назвали как-нибудь, придумали своего Скрипыша, там, Скрипыш, там, Пыш-Пыш. И нарисовали этого Скрипыша, Пыш-Пыша. Вот, и прикрепили рисунок. И самый прикольный, на мой взгляд, рисунок, не значит, что он сам будет качественной от художника, самый прикольный, мне понравится, который меня больше всего развлечет, повеселит. Мне понравится, я выберу его, и победителя будет возможность выбрать. Он заберет или 25 закрытых, но каких, неизвестно, но могут быть повторки, а могут быть суперредкие. Или 25, но разных, ну, просто разных. Я выберу 25 и отправлю победителю, у него будет выбор. На это я даю примерно тоже неделя будет у нас, и, в общем, через недельку узнаем победителя. Так что давайте, расчехляйте ваши ручки, карандаши, фломастеры или 3D-программы для рисования, и начинаем рисовать, и нарисовать мне прикольного скрипыша. А там даже, может, еще будут конкурсы. В общем, Яндекс.Дзен будет полон конкурсов. Не забудьте подписаться, перейти, и сделать все. И в описании я полную инструкцию оставлю. Ну, а мы продолжаем распаковку. Ой, 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 перемешал. Так, ладно, ну, в общем, эти 25. Ну, я не знаю, из этих, не из этих, в общем, я откладываю. Я откладываю и продолжаю распаковывать. Значит, эти я отложил, а вот эти отраспаковываю. Распаковываю. Так, распаковываю. А вдруг я золотой магнит отдал, вот сейчас подумал. А вдруг я его сейчас найду? А вдруг, ну, я сейчас нахожу Хаги-Ваги. Хаги-Ваги. Ну, кстати, классный. Его, это вот один из секретных скрипышей. И оказывается, что Хаги-Ваги светится в темноте. Я вот уже вам показывал, рассказывал, светящийся в темноте Хаги-Ваги. То есть, можно его посветить фонариком, допустим, и он в темноте будет светиться. Вот, ну, сейчас вам вряд ли это увидите, но вообще-то он светится. Ну, в полной темноте и подольше светить. Хаги-Ваги светится в темноте. Дальше посмотрим, будет ли у нас еще какая-нибудь здесь редкость попадется. И это князь. Ну, князь, князь, князь. Я бы говорил царь, а это князь. Не путать разные товарищи. Царь и князь. Вот, это князь. Ну, просто да. Ну, я так привык, что в сказках царь, вот, царь-салтан, вот что-нибудь такое. А тут это князь. Князь. Так, у меня тут очень много мусора, а вы за эти... Вот, смотрите, что делают скрипыши. Что творят скрипыши, я даже не знаю. Дальше открываем. Чем больше вы жмете лайков, тем больше мы, я придумываю, всяких конкурсов и распаковок по скрипышам. Если вам нравится, то я вас поддерживаю. А если нет, то и нет, то будет жиза. И тогда никаких подарков и скрипышей и так далее. Ну, вот, грустняш тогда я буду. Ну, если не хотите, чтобы я был грустняш, а веселяш, лайк под этим видео, и мне тогда будет веселее. Ну, и в конкурс участвовать, конечно. Буду делиться с вами. Так, слушайте, ничего себе, как мы идем. Может быть, мне у нас сегодня будет какая-то новиночка. Может быть, будет новиночка. Смотрите, это же Илья. Это же Илюха. Илюха с кулачищем. Он такой, я вам сейчас покажу. Ух, супостаты. Такой он. Смотрите, у нас всего одна повторка была. Обычно после этих слов мне супер не везет. И я открываю какой-нибудь пакетик, и там будет повторка. Слушайте, я накаркал. Все понятно. Но знаете, что спасает? Спасают ваши лайки. И когда вы ставите большой палец вверх, то я, допустим, беру, открываю и... И видите, прикольно получилось. И вот, не повторка. В общем, видимо, прожали сейчас большой палец вверх. Я вам в ответ ставлю большой палец вверх. Класс. Давайте пятюню. Надеюсь, вы пятюню дали, а не чем-нибудь другим. В общем, друзья мои, надо что-то делать с этим. Не знаю. Давайте сейчас еще. Давайте открываем. Вот, все. Опять пошли повторки. Ну, все. Ну, все. Ну, все. Кто не проставил лайк? Кто не прожал лайк? Кто... Кто... Ой. Да ладно! Он существует? Я думал, это прикол. Я показывал в выпуске, что я видел фотки скрипыша Сбер Мегамаркета. И оказалось, что он существует. Он существует. Оно существует. Ничего себе. А как это? Я думал, что это фейк, прикол или какой-то отмененный Сбер Мегамаркет. Я нигде его не видел вообще. Класс. Вау. Сумочка в виде сделана. Ну, просто. Не то, что мне безумно нравится Сбер Мегамаркет. Скрипыш. Я вообще ни разу не пользовался этим сервисом. Что-то как-то. Мне понравилось, что я нигде его не видел ни у кого. И вдруг он у меня выпадает. Ещё под ваши лайки получилось. Ничего себе. Ещё под хвостик кота. Так. 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 Сбер Мегамаркет. Ну что ж. Может быть ещё? Сейчас проверим. Если повторка, то как бы... Нет. Если это не повторка, то как бы... Может быть там не... Может сейчас на золотой скрипы лайки наставим. О, там не повторка. Там не повторка. Там Добрынич. Ну, Добрыня. Добрыня. Идём до повторки, друзья мои. Сила лайков уменьшается. Идём до... Ооо. Мы приехали. Ну что ж. Я считаю сегодня. На сегодня достаточно. А то я сейчас вскрою. Всем вам не останется. И я считаю, что нужно поставить ваш царский, королевский лайк этому видео. И участие в конкурсе. Напоминаю, что принять участие в конкурсе на 25-25 скрипышей вам нужно нарисовать. Придумать, нарисовать своего скрипыша у меня на Яндекс.Зен канале под этим видео в комментариях. Прикрепить этот рисунок от одного участника только один рисунок. Ну, полные условия эти прочитайте в описании. Вы же читайте. Читайте-то. Да? 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 Ну, попросите кого-нибудь прочитать. Прочитать. Я видел. Я просто знаю. У меня есть один друг. Ему 40 лет. Он читать не умеет. Представляете? Ему нужно попросить, короче, чтобы кого-нибудь его прочитал. Но он прочитает и сможет принять участие. Ох! Друзья мои. Короче, ссылка на Яндекс.Зен и полные условия конкурса, что нужно сделать, это очень всё просто. В описании. Там же сегодня будут результаты на Хаги-Ваги. Узнаете, кто участвовал, кто получает вот этих вот классных Хаги-Ваги. И новые выпуски, распаковки будем искать. И на удачу ничего себе с Бер Мега Маркет попался. Какой он классный. Ну, он классный потому... Не потому что он, знаете, вот мне говорят... Поражает, когда блогеры такие... Какой классный! Да не классный, просто резиновая штучка. Классный он потому, что он вам попался, и вы рады. И вы рады. У меня шерсть кота прилипла к нему. Вот это вот теперь он классный. Видите, тут продукты. Что тут? Хлеб и лук. Ну, надеюсь, хлеб и сыр. Не знаю. Хлеб ли это? Что внутри Сбер Мега Маркета? Короче, попался Сбер Мега Маркет. Это класс прям. Супер круть. Ладно, я доволен сегодняшним выпуском. Надеюсь, вы тоже довольны также ещё и розыгрышем, конкурсом. На этом всё. Продолжение следует. Смотрите не только выпуски про скрипышей, хаги-ваги и всякие другие игрушки. Теперь на канале выходят регулярно. Вчера за ним там такой-сякой-сякой разные выпуски всё время. Пока-пока.